Думаю, что 91 копейка платится сейчас за что? Плата за найм для неприватизированного жилья. Эта 91 копейка 20 лет не менялся. Он как был, не увеличивался. Этот тариф должен быть увеличен почти в 10 раз. Рассказывай, почему. Нет, почему понятно, что нет денег, ситуация неважная, кризис финансовый. Речь идет вот о чем. А приватизированные квартиры, квартиросъемщики или владельцы, собственники, тоже должны платить? Все, все платят. Нет, но они уже платят. Они сейчас должны тоже начать с 1 мая текущего года платить. А до этого они сколько платили? А до этого не платили. Вообще не платили? Это в зависимости от управляющих компаний. Какие-то собственники платили там какие-то суммы, я не могу сказать какие. А в основном никто не платил. Все теперь должны платить сколько? 7 рублей 35. Минимальная ставка с квадратного метра. Это закон федеральный, а на основе федерального сделан областной. И нам необходимо каким-то образом жить по закону. Если мы не объяснили, не смогли, ну может наша недоработка. Надо, конечно, больше информации давать, разъяснять. Если депутаты не примут вот эту поправку, то... В любом случае, собственники должны платить. Поэтому или изыскивать средства в бюджете за неприватизированный фонд. А у нас на сегодняшний день более 500 тысяч квадратов неприватизированы. Это в год мы примерно прикинули более 43 миллионов необходимых. Но сам механизм я не могу представить, потому что в каждом практически доме есть несколько квартир неприватизированных. Ну да, в каждом. Даже в ТСЖ есть квартиры, которые муниципальные. То есть надо будет расщеплять средства бюджета, если депутаты уважаемые решат. На каждый квадрат, на каждый счет, на каждую квартиру нанимателя распределять по домам. И потом уже перечислять там или на спецсчеты, или на региональный пират. Сам механизм... Сейчас с каждым годом растет вот эта вот налоговая, жилищно-коммунальная нагрузка на граждан, на население. А можно ли представить такую муниципальную, а в идеале и федеральную власть, которая с каждым годом бы объявляла? Снижаем. Снижаем, потому что мы изыскали еще такие-таки ресурсы в бюджете. И теперь из бюджета будем оплачивать ваши квартиры. Ну это вопрос не ко мне. Вашу медицину, ваше образование. Это вопрос, к сожалению, я не знаю ответа на данный вопрос, потому что я не федеральная власть и не могу как бы за них говорить. Но на уровне муниципалитета это невозможно? На уровне муниципалитета я знаю точно очень много заявок с просьбой сделать капитальный ремонт. Мы завалены этими кровлями, фундаментами, подвалами. Очень большая. А средств на это нет. Государство предложило такую форму. Если брать по нашему городу, то это на порядок больше, чем сегодня. То есть практически такой же объем работ, как мы видим в праздновании, будет каждый год. А за счет населения? Ну, на свои же дома тратим. Конечно. А мы все собственники не стали. У нас рыночная экономика. И квартиры приватизированные, которые можно продать, кучу, и они стоят большие деньги. А речь идет о местах общего пользования. Многоквартирные дома. Кто будет за кровли, фундаменты, лифты платить? Все должны нести какую-то ответственность за это дело, правильно? И какую-то ношу на ремонт. Но не администрация муниципий. Нет, почему? Администрация тоже несет за это. Но может датировать, кстати, по капиталу. Я говорю о том, что с каждым годом увеличивается финансовое бремя, ухудшается жизнь людей. Я не могу сказать так. Но администрация могла бы в одном отдельно взятом муниципалитете как-то раз и улучшить? Я не вижу таких. У нас, если бы было много налоговых поступлений, бюджет был наполнен, профицитный, грубо говоря, много денег, мы могли бы, как Москва, датировать жилищно-коммунамент. Но, к сожалению, у нас маленький бюджет. Хорошо, спасибо. Мы стараемся, чтобы было лучше. Но получается хуже? Нет, сейчас получается как по закону. Я не сказал бы, что стало хуже, потому что... Но если растет финансовая нагрузка, разве это лучше? Растет ли она, я тоже не могу сказать. Это не знаю. Так мы только что с вами обсуждали вот этот рост. Растет. На самом деле не знаю. Мы...